Добрый день! С вами Виктория Куприянова и это Министерство Правды. Мы работаем сегодня в прямом эфире, а в студии у нас правильный человек, находящийся в неправильных обстоятельствах, в неправильной стране и под неправильной властью. Конец цитаты. Политехнолог Андрей Патолицин. Андрей, здравствуйте, рады видеть вас в эфире БСТ. Добрый день, Виктория. Согласитесь, встреча необычная. В необычном месте и для вас, и для меня. Вспомните, когда вы последний раз были в эфире государственного телеканала. Безусловно, вот это приглашение, конечно, для меня было таким неожиданным и странным. Почему странным? Навело на многие мысли. Последний раз я здесь был, пожалуй, что лет шесть назад. Это было в 2014-м? Когда? Наверное, в 2014-м году. Да, я уже не припомню точно, что это было за передача, но что-то было, по-моему, с Азаматом Саитовым еще. А почему странный? Ну, мы вот до эфира обсуждали, да? То есть, в моем представлении для БСТ сейчас приглашать меня в прямой эфир, это было все равно, что Гитлера пригласить в прямой эфир, да? Недопустимо с точки зрения позиции властей и прочее. Ну, тем не менее. Ну, вот здесь мы сейчас находимся, давайте попробуем что-то сделать полезное. Давайте попробуем, у нас на это будет целый час. И, наверное, начать хочу с банального вопроса, но важного и для меня, и для тех, кто будет смотреть наш эфир. У вас послужной список достаточно длинный и достаточно разнообразный, да? То есть, вы были и там, и там. Вы работали при Хамитове, вы работали при начала Ходорковского, скажем так, грубо скажем. Сейчас я знаю, что вы ведете YouTube-канал, но вот вашу другую жизнь мы не видим и не знаем. Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас? Ну, я как был, так и остался политтехнологом. То есть, начнем с этого. Занимаюсь я политическими технологиями, ну, в основном, конечно, в сезон на выборах, а когда выборов нет и когда становится скучно, то, ну, надо сохранять формы и приходится применять политические технологии в иных целях, так скажем, да? Вообще, мы не договаривались обсуждать мою персону личные, там, и обстоятельства моей, там, жизни, моих, там, каких-то занятий, но, если уж угодно, ну, вот этим я занимаюсь. В основном, конечно, очень много времени отнимает YouTube-канал, который сейчас, ну, он очень бурно развивается, и вот эта вот открытая политика, она неожиданно выстрелила. То есть, вообще, это было, так скажем, хобби, да? То есть, вот мы... Сколько примерно выпусков уже вышло? Ну, я могу сказать непримерно, могу сказать, что вышло 253 регулярных выпуска. И вчера был вот последний выпуск. Да, и к этому еще там есть всякие, там были специальные репортажи, выезды там в разные города и прочее, прочее. То есть, там где-то порядка 400 роликов вообще на канале. Ну, неожиданно это вызвало интерес. А когда этот интерес стал таким вот, ну, уже прямо настойчивым, мне как-то стало, ну, казаться, что я уже должен это делать, потому что люди реально, ну, хотят, просят, там, дают какую-то информацию. Почему неожиданно? Вы давно в политической истории? Почему неожиданно для вас? Ну, во-первых, я никогда не был в политическом, публичном пространстве. То есть, до этого. То есть, занимаясь выборами, там, ну, с 2010 года, я старался как-то не, там, вылазить. Но, тем не менее, вас знали, может быть, это узкий круг лиц, но все равно, нельзя сказать, что вы были серым кардиналом. Нет, конечно, я и не стремился быть серым кардиналом, но не стремился к тому, чтобы сейчас как-то, как сейчас, условно говоря, да, вот быть где-то там в паблике, и вот чтобы вот видели, слышали, да? То есть, цели попасть в популярный телеграм-канал у вас нет? Ну... Или охваты, все равно. Мы же в ВПХу Digital живем, и охваты нам нужны, как бы мы не хотели. Нет, конечно, сейчас есть, да. Это безусловно так. То есть, я имею в виду то, что, как любой информационный источник, он стремится и хочет, ну, расширяться, увеличиваться, да? То есть, там, вот мы, там, начинали с каких-то, там, десятков просмотров, сейчас мы имеем, там, 10-12, иногда 20 в сутки тысяч просмотров. То есть, ну, вот, хорошая аудитория для этой тематики. Конечно, мы стремимся ее расширять, безусловно. То есть, это, ну, вопрос такой риторический. А что вы читаете и смотрите помимо собственного канала в Башкирии? Все равно есть же какие-то источники? Да, вот это как раз деятельность, она и породила какую-то совершенно регулярную привычку к тому, что нужно просматривать какой-то набор информационных источников, и он периодически немножко и меняется. Ну, во-первых, там, не будем рекламировать коллег, да? Но это, безусловно, некие... Ну, почему же? Немного рекламы не помешает в эти непростые времена. Ну, как? Ну, я имею в виду, есть некий набор СМИ, которые являются СМИ, ну, де Юра, да? То есть, это, там, ну, про Уфу, это МКС, это, там, это, там, какие-то еще Уфа-1, да? Ну, как говорилось, да, у нас лицензии. Да, ну, то есть, это формальные и юридические СМИ, потом есть, конечно, некий пул телеграм-каналов, значит... Какие вы читаете? Ну, я читаю, вот, в связи с последними событиями, все еще продолжаю читать телеграм-каналы, которые были связаны с Куштау, но они как-то уже увядают, в смысле, в своей повестке, там, уже они начинают размываться, говорить, там, о Курах, еще о чем-то, да? Ну, там и количество подписчиков, насколько я помню, убавляется. Дело в том, что, вообще, телеграм-каналы у нас здесь, в провинции, они не зашли, по большому счету, да. А, то есть, Башкирия, это провинция? Да, это ведь технология московская, то есть, вот, когда они там выстрелили вот эти все низыгории и прочее, и прочее, одному товарищу показалось, что эта же история сработает здесь, в Башкирии. Я имею в виду вот это вот неформальное теневое влияние на политическую ситуацию, которое, вот, осуществляется в Москве через телеграм-каналы. Там не секрет, что есть телеграм-каналы, которые, вот, они условно привязаны, там, ну, к администрации президента, к каким-то ведомствам, к МВД, к ФСБ и так далее. И через них заводится информация, которую, скажем, ну, не решаются запускать через СМИ, например, да, или это какой-то сигнал, кому-то намек, да, еще что-то. Либо тема пограничная. Да, либо тема пограничная, и за это можно там чего-нибудь где-нибудь судиться, значит. И вот Ростиславу показалось, что это будет работать здесь, в Башкирии, и это не работает в Башкирии. Потому что, ну, аудитория телеграм-каналов, она так мала, что, ну, вообще не оказывает никакого влияния, на самом деле, на широкую публику. Но тут феномен в чем? В том, что, скажем, чиновничество, оно тщательно изучает вот эти источники. Потому получился такой некий большой мессенджер, значит, в виде вот этих телеграм-канальчиков, там, я имею в виду политическую сферу, конечно. Конечно, да, я вас понимаю. Вот. И она работает именно как некий такой вот мессенджер, где люди передают друг другу, получают и там пытаются усваивать эту вот сложную информацию. А вы в этом мессенджере участвуете? Я не веду ни одного телеграм-канала. То есть это можно считать официальным признанием? Вот, официальным признанием, да, вопреки всем обвинениям, там, что я там веду, там, там, футляр для Курая, там, какой-нибудь баш-набаш, да, там, прочее. Нет. То есть вот, правда, у меня вообще очень плохо с телеграм-каналом, вообще с телеграмом как инструментом. То есть я его могу читать, я умею писать, там, скажем, каким-то прямым абонентом, ну, то есть в виде... Ну, то есть прямое назначение мессенджера. Да, но не веду канал. Я его как-то раз завел, сумел зарегистрировать, но, по-моему, там уже год, может, больше. И ничего там не писалось в нем. Не очень меня вдохновляет, вот пока эта площадка как информационная. А вот, скажем, пока традиционные... Ну, продолжая тему источников, да, то есть традиционные сайты, которые, вот, ну, скажем, у нас довольно давно уже есть, да, то есть электронные источники, они, в принципе, ну, пока еще в Башкирии вполне себе работают, я имею в виду, и неплохо, некоторые даже там прогрессируют. Какие, например, все? Не, ну, я имею в виду, все тот же набор, МКСЭТ, про УФУ, УФА-1, значит, еще какие-то есть, время от времени появляются. Ну, есть откровенные помойки, да, там всякие, вот, Сапкор-02, там, или еще что-то, то есть, ну, вот это вот такие бачки, да, но они тоже нужны, потому что по ним определяются некоторые реакции, то есть вот когда что-то... Ну, это для тех, кто понимает, потому что просто читатель, он же, понимаете, видит Яндекс.Новости, то, что ему выпадает, и там уже нет выбора. Сапкор у него будет, Башинформ у него будет или РБК. Ну, неизбежно сейчас вот в этом море информации, где мы болтыхаемся все, да, конечно, у людей начинает вырабатываться некая такая устойчивая привычка оценивать источник. То есть еще не у всех, ну, то есть раньше как было, ну, там принесли газету «Зилаирские новости», да, ее прочитали, ей верили без... Потому что не было выбора. Безусловно, да, то есть, ну, потому что это была какая-то рефлексия, ну, в газете же написали, да, то есть все. Сейчас уже, когда люди что-то читают в каком-то источнике, они, ну, подсознательно оценивают, а насколько я ему доверяю этому источнику, насколько он раньше давал достоверную информацию, да, и если это, ну, регулярное вранье, то, ну, как бы там появляется какой-то ярлык, да, уже вот, что это вот недостоверно. Потихоньку вот этот навык у людей появляется, не только там у нас, у специалистов, да, вот те, кто вот там погружен специально, ну, даже простые люди уже говорят, что вот это вот, я вот не доверяю вот этому источнику, например, да, то есть, а вот этому верю, ну, и так далее. Я верю, не верю, игра сложная, потому что все равно многие журналисты, кто-то ошибается, кто-то набирает позиции, мне кажется, у нас же издания существуют все самые популярные достаточно давно, у них меняется руководство, меняются, собственно, пишущие руки, и поэтому в Башкирии все с этим очень-очень непросто. Ну, все-таки, вот у Вас есть канал влияния Вашего, скажем так, информационного, это Ютуб, а весь остальной мир. То есть, как Вы работаете с медиа сейчас? Есть ли у Вас какие-то проекты в медиа? Насколько я не могу быть правой наверняка, но видела такие версии, что Вы брали какие-то пиар-истории, связанные, например, с содой? Ну, давайте так. Не знаю, правда это или нет, на себя грех надо, что брать не буду, но все-таки спрошу. Значит, по поводу соды, ну, это было достаточно давно, имею в виду не соды, а БСК, да, были некие консультации, но чисто технологического характера, то есть, я все-таки в большей степени консультант, как политтехнолог, то есть, и могу оценивать ситуацию, давать какие-то рекомендации, и занимаюсь этим регулярно, на самом деле, да? То есть, не спрашивайте только, пожалуйста, то, что да и так далее. Нет, 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 это все Ваша конфиденциальная информация. Безусловно, вот такие контакты были еще при прошлом руководстве, значит, и я некие консультации давал, и как бы мы что-то там пытались оптимизировать, потому что, на самом деле, вокруг соды постоянно была конфликтная ситуация. То есть, и моя позиция была такая, что эту конфликтную ситуацию нужно нивелировать, нужно ее убирать, ну, и искать пути решения, да, эту конфликтную ситуацию снять. Ну, мы знаем, чем это все закончилось вот в конечном итоге, то есть, я не могу сказать, что я там как-то повлиял на позицию соды или на там ее поведение, ну, выслушали, ну, хорошо, вот как бы так. Это вот, отвечая на прямой вопрос. А по поводу, что кроме YouTube-канала, ну, во-первых, у меня есть некая технология распространения информации, ну, она, может быть, там и не уникальна, но, по крайней мере, я ей пользуюсь. Что-то новостей, что-то вроде того? Ну, что-то вроде, да. То есть, вот, то, что канал так быстро развивается, это во многом благодаря тому, что мы, ну, вот я и моя группа, которая ведет этот канал, она постоянно, значит, развивает присутствие канала в разных местах, я имею в виду, в сети. У вас есть целая простая группа по работе над каналом? Ну, да. Ну, это здорово. Ну, там что, ну, подобные... Нет, такие проекты никогда не делаются в одиночку, на самом деле, это во-первых. Потом, по поводу вот посева и СММа, мы никогда не платили ни копейки за рекламу канала. Вот это наш принцип, и мы никогда не покупали подписчиков, потому что, ну, я знаю, я как профессионал знаю, что купленный подписчик, он, ну, он почти мертвец, то есть, он завтра же и покинет. Но вы когда-либо покупали вот эти мертвые души, так называемые? Нет, никогда. Ну, то есть, вот это принцип работы... Просто, опять же, если мониторить интернет, была какая-то история про бота в СОДы. Ой, это... Ну, это такое. Это была история, она, на самом деле, не про бота в СОДы, а про выборную кампанию 2016 года в Госдуму. Я ввел вот кандидата, и теперь депутата Госдумы, Амарова, то есть, ну, я обеспечивал его избирательную кампанию. И там, ну, это была контр-игра наших оппонентов, которые, ну, у нас была очень эффективная интернет-компания, то есть, ну, в рамках избирательной кампании. И так как с той стороны сидели неумехи и балбесы, собственно, как и сейчас, и потому они вот, ну, ничего им не оставалось, кроме как начать вопить, что мы там чего-то купили, закупили там и так далее. Дело в том, что интернет-боты, это вообще почти не работающая технология. То есть, я, ну, так как я очень много лет... Наверное, десятые примерно, да? А? Десятые годы. Нет, это 16-е годы. 16-е годы. Нет, я имею в виду про технологию покупки ботов, наверное, это было популярно лет 10 назад. Их даже не покупали. На самом деле, вот то время, когда их использовали, это был довольно короткий период, когда все поняли, что на самом деле это не очень работает потом. То есть, вот этот массовый набег людей с единообразным мнением, да, то есть, ну, вот как вот действует эта технология, это уже не производит впечатление. А что производит впечатление? Качественный контент. Только качественный контент и правильно выраженные мысли. Вот сейчас то, что используется там вот, ну, там, мадам Прочаковская и прочее, вот они используют это вот, когда возникает какой-то острый вопрос, набегают люди, которые начинают куда-то их хвалить. Это сразу видно, это как будто красным шрифтом прописано там в ветках обсуждений и прочих вещах. Это не работает. А что работает? Вы так уверенно говорите о том, что работает, что не работает? Работает, знаете, очень простая вещь. Если вы даете качественный контент и правильно наводите на мысли, ну, то есть, политтехнология это всегда манипуляция, а манипуляция это не всегда плохо. И не всегда хорошо. Знаете, как мы поступаем? Да, вот как говорит Ростислав Морзагулов, манипулируем только правдой. Вот на этой отличной фразе мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а пока у нас будет время с Андреем подумать о том, что же такое все-таки правда и манипуляция хорошо это или плохо. Это Министерство правды и в студии Виктория Куприянова, а наш гость – политтехнолог Андрей Петелицын. Мы вернулись, собственно, к тому, с чего мы начинали. Мы говорили о манипуляциях, а сейчас хочется отойти от этой диджитальной истории в нашу с вами современную повестку, в то, что происходит в регионе и то, что действительно регион беспокоит. И последняя такая история, которую мы не можем обойти – это конфликт в Карамаскалинском районе. Наверняка вы следили, и судя по вашему каналу, у вас тоже есть материалы. Что вы думаете, откуда эта такая совершенно неожиданная межнациональная история появилась? Ну, вот вы, следуя матрицы, уже обозначили свою позицию – межнациональная. Нет, 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 нет. Межнациональная, я не уверена, что это межнациональная. Она называется так. Она называется так даже в материале «Новой газеты». Ну, конечно. Откуда появился межнациональный? Ну, вообще, вот я действительно попытался проанализировать всю эту историю, ну, скажем, не через 15 секунд после того, как это случилось, как это делал, например, наш безответственный Башинформ, а вот по прошествии какого-то времени, ну, вот у меня осталось такое количество вопросов, что вот я даже не могу сложить цельную картину и могу ориентироваться только по некоторым признакам. То есть, вот давайте пройдем по проблемам восприятия вот этой ситуации, да, то есть, по одной из версий произошел бытовой конфликт. Ну, то есть, кто-то кому-то что-то должен. 60 тысяч рублей. Да, 60 тысяч рублей. Кто-то фабулон, понятно. Дальше, как будто бы кто-то ударил его мать, а возможно и нет, хотя никаких заявлений не было и прочее, прочее. Первый странный момент, да, то есть, но после этого из разных уголков республики, с довольно дальних расстояний, вплоть до Зауралия, очень быстро в Крамскалы приезжает от 70 до 100 человек, ну, там разные данные, опять же, разнятся, решать этот конфликт. Значит, вот тут много странностей. Ну, во-первых, ну, на каждый ли бытовой конфликт, причем, ну, это ведь даже нельзя назвать каким-то уж очень острым событием, то есть, ну, если даже кого-то ударили, то это, к сожалению, не так уж и редко происходит, да, но каждый раз по 100 человек на черных машинах не приезжают из, там, из Сиба и Баймака. Так, дальше, значит, разворачивается картина. Люди начинают съезжаться, не очень понятно зачем, и даже непонятно, с кем они собираются встречаться. Они не встречаются со своими абонентами, оппонентами, простите, и в этот момент их, ну, условно говоря, накрывает полиция, спецназ, и дальше происходит, ну, чрезвычайно такое жесткое задержание с выбиванием окон, значит, и, там, ну, массовым, на самом деле, задержанием от 36 до 37 человек, там, опять же, цифры разнятся. Вот, что это было, для меня непонятно, потому что, ну, даже если у вас во дворе будут драться, вот, ночью нетрезвые соседи, вы не вызовете ОМОН к себе во двор, вот, вы не уговорите ОМОН... Максимуму чувствуют. Да, и это очень нескоро он приедет. Вот ОМОН, это уровень заместителя министра внутренних дел, то есть распоряжение, значит, выдвижением ОМОНа и его действиями, вот. Кто давал команду, зачем, почему, самое главное, то есть, ну, если это бытовой конфликт, то, наверное, он должен был решаться на уровне кромскалинской полиции, даже если об этом было заявление. Официальных заявлений о конфликте не поступало. Дальше. Теперь дальше следующее противоречие. Что мы видим буквально через несколько минут после того, как все это случилось, или, там, может быть, час максимум, в официальных источниках, да, Башинформ? Произошел конфликт между БО Башкорт, запрещенным на всей планете, по крайней мере, на территории Российской Федерации, и некой армянской диаспорой кромскалов. Более того, Башинформ через такой короткий промежуток времени уже знает о том, что вот эти вот, значит, злодеи, по их представлению, Башкорты, приехали не просто драться, шуметь и хулиганить, а отжимать бизнес у этой армянской диаспоры. Здесь такой вопрос неоднозначный, насколько я читала в разных источниках, не нашлось кафе или тем более ресторана. Так вот, а дальше вопросы. Например, руководство кромскалинской полиции говорит, что, во-первых, оно слыхем не слыхало о том, что это какая-то, ну, коммерческая разборка, условно говоря, да, то есть, ну, на уровне каких-то там экономических интересов. Кроме вот этих вот 60 тысяч, были они или не были. Никакого армянского кафе там нету. Более того, ну, глава района в тот же день заявил, что у них вообще нет армянской диаспоры. У них вообще нет кафе. Да, у них нет кафе. Ну, я понимаю, он был так напуган, что он должен был даже, наверное, откреститься от района целиком. То есть, вот эти противоречия, они, на самом деле, даже важнее того, что случилось. Вот я потом пришел к выводу о том, что тот лютый бардак, который случился в информационном поле, вот после этого, он важнее и, на самом деле, ну, более такой печальный, чем вот все, что там произошло в Крамоскалах. Судя по поведению полиции, у них были основания для жесткого задержания. Потому что это достаточно регламентированный процесс. Основанием, кстати говоря, могут быть такие формальные вещи. Условно говоря, если хоть кто-нибудь достал что-нибудь похожее на пистолет, то у них уже было основание для вот такого силового задержания. Судя по реакции пресс-службы МВД, они абсолютно спокойны и уверены в своей правоте, процедурно, по крайней мере. Но для меня все равно вопрос. Зачем было бить машины? Зачем было ломать руки и ноги? То есть, ну, вот это было избыточно жестко. Потому что, несмотря на то, что Башинформ сообщила об обнаружении какого-то неимоверного арсенала оружия, тоже вот буквально через час, они уже там договорились, не зная до чего, но на самом деле оружия найдено не было. И самым признаком этого, главным признаком этого является санкция. То есть, у нас за огнестрельное и холодное оружие, за любое незаконное владение, применение, ношение не дают административного наказания от 3 до 15 суток ареста. То есть, оружия найдено не было. Иначе бы МВД об этом заявило, сказал, да, мы нашли вот там, ну не знаю, там, обрез, там, гранату, еще что-то. Это, опять же, фантазии Башинформа. И теперь переходим к такому моменту. Зачем вообще Башинформа это нужно было? Вот создавать вот эту иллюзию, иллюзию, вот эту дикую историю межнационального конфликта, то есть, что башкиры приехали бить армян. Зачем это нужно было Башинформа? Вы тоже не можете, наверное, не заметить, в некоторую ниточку был арест Саитовой, правильно? Да. И там была тоже немножко история связанная с ним? Там столько ниточек, Виктория, вы знаете. Из Саитовой торчат нитки, которые даже до Баку дотягиваются, на самом деле. То есть, это, на мой взгляд, не очень связанные вещи. Во-первых, даже если мы говорим... То есть, вы между собой никак это не связываете? Нет, абсолютно. Понял. Да, вот Саитову и вот эту историю в Кармаскалах при всем желании я не могу связать. Ни в смысловом, ни в человеческом плане, потому что, ну... Хорошо, если у вас есть предположение, что это для чего-то было сделано, для чего? Ваша версия, как вы это видите? К сожалению, ну, у меня единственная версия, ну, во-первых, помимо какого-то абсолютно деструктивного настроя в вашей информе, ну, которым мы уже просто... Это абстрактное понимание. Нет, это я воспринимаю, да, абстрактное мое восприятие. То есть, того, что там очевидно какой-то деструктив уже вот, ну, просто... Ну, в психиатрии это называется шизофренией, да, применимо ли это к информационным источникам, я не знаю. Помимо вот этого деструктива, здесь, видимо, есть какая-то цель и задача сформировать поле каких-то врагов. Ну, вот такие люди, как Ростислав, они не могут жить без врагов, им нужны враги. Даже когда у них их нет, они их выдумывают. Иначе им будет не за что. Ну, естественно, почему нет? Это ваш какой-то личный счет? Почему? То есть персоналей в республике много, я про Хабирова ни разу не услышала. Нет, про Хабирова, если хотите, мы поговорим, но... Дадим. Нет, конечно, там, условно, за Ростиславом стоит Сидякин, который абсолютно разделяет те же позиции и так далее. Хотя, ну, в последнее время там Ростислав Сидякин втягивает в нехорошие истории уже неоднократно. И, я так понимаю, Александру Геннадьевичу уже некомфортно с ним находиться где-то очень близко. Вернемся к Карамскалам. Зачем вот эта история нужна была вот какому-либо информационному источнику под названием Башинформ? Судя по всему, формируется некий пул врагов. Ну, то, что там БО Башкорт, запрещенный на всей территории цивилизованного мира, он давно назначен врагом, это понятно. Но теперь БО Башкорт, видимо, изобретается некий модус операнди, да? То есть, так как на самом деле БО Башкорт не воюет с армянами, им придумали эту историю. И вот теперь, посмотрите, замечательное поле деятельности для всей вот этой вот группы товарищей. Если вам не очень комфортно слышите одну фамилию, я перечислю. Это Кельсинбаев, Барданов и Мурзагулов. Вот эта троица теперь будет героически бороться с этой проблемой. Видите, вот уже и зарплату есть за что платить. Ну, смотрите, если героически бороться, вернемся во времени немного назад. Упоминая Башкорт и героическую борьбу, мы не можем не вспомнить Куштау, естественно. Потому что это одно из самых ярких событий в жизни региона для всех. Я помню себя, стоящую под дождем, помню лицо Радия Хабирова, помню, как все это происходило. Вопрос, были ли вы на Куштау? Во время этих событий нет. Вы просто были далеко, вы хотели бы приехать, или это принципиальная оппозиция была не приезжать? В определенный момент я находился там, ну, не в республике, а потом уже, да, вот сами эти события, да, я был за рубежом. А потом у меня, в принципе, не было никакой необходимости, потому что очень хорошо налажены источники информационные. То есть у меня очень хорошие контакты. Просто приехали все, кто мог. Мне было неинтересно там лично присутствовать, вот честно, потому что, нет, ну, потому что я это и так видел, да, все это, как это происходит на расстоянии. Я консультировал там несколько съемочных групп из Москвы, которые приезжали туда, вот, сначала в Уфу, а потом туда и прочее. И потом, которые приезжали снимать уже. Кого еще не секрет? Секрет. В общем? Вот. И потом, которые уже впоследствии приезжали снимать какие-то, доснимать вот это кино про, ну, тут московские федеральные каналы. Я не видел необходимости для себя находиться там, потому что есть такой критерий, что, ну, условно говоря, вот в студии можно было принести больше пользы, обрабатывая эту информацию, чем бегая там между этими елками. Ну, для меня лично. Я не умоляю заслуг тех, кто, ну... Бегал между елками? Да, между елками. Они сделали основную работу. Я имею в виду свою работу, работу по обработке и подаче информации. То есть мне эффективнее было находиться в студии. Ну, допростят меня там апологеты. А откуда вы брали информацию? Кто-то из вашей команды поехал? Да. А, то есть... То есть, нет, у меня там были люди, которые и с камерами, и с чем угодно, то есть... Глаза и уши. ...быстро передающие информацию. Тогда, кстати, это была проблема ввиду, вот, ну, там, кто-то говорил, что глушат сигналы, кто-то говорил, что слишком много телефонов было. Не было интернета. Ну, да. Я-то знаю, да, что, на самом деле, глушилок там не было. Там были проблемы, во-первых, много телефонов собралось в одном месте, и они перегрузили эти вышки. А во-вторых, действительно, там плохой интернет. Ну, мы ходили прям за несколько километров, чтобы опубликовать... Ну, вот у меня тут мои коллеги тоже, они вот, им приходилось там держать, скидывать файлы и прочее. Для вас было неожиданностью то, как... Ну, еще не закончилось, но вот один из этапов Покуштау закончился вот чем-то триумфальным для народа в каком-то смысле. Вы ожидали такого исхода? Какой был прогноз? Вот такой интенсивности событий еще за неделю до того, как они случились, у меня не было ощущения такого. Честно скажу, для меня это было бы достаточно большой неожиданностью вот эта вот степень мобилизации. А самое главное, степень решимости. Вот анализируя любую протестную активность, то есть, ну, причем, не обязательно даже политическую, даже экономическую. Я имею в виду, например, там, дольщиков, там, каких-то вот этих вот несчастных учителей, обманутых кладчиков и прочее. Вот любую протестную активность анализируя, я прихожу к выводу, и приходил до сих пор к тому, что люди, у людей есть достаточно низкая планка готовности на что-то, да? С чем это связано? Ну, причин для этого много. Для этого это нужно еще отдельную передачу снимать, потому что, ну, это многовековая. Во-первых, Россия страна, в которой никогда не было свободы, в смысле от слова совсем. И у людей нет навыка пользоваться этой свободой, они не знают, на что они, ну, готовы, могут, должны пойти, защищая свои права, например, да? То есть, когда во Франции, там, ущемляют какие-то незначительные права, там, студентов или преподавателей, люди выходят на улицу и начинают шуметь, да? Причем иногда до безобразия. Но ведь у нас тоже люди вышли, вышли в большом количестве впервые. Я имею в виду, да, вот. Ну, это же, вот, как сказать, прецедент. Феноменально в каком-то смысле. Это феноменально в том смысле, что за неделю до этого я еще не мог предсказать и представить себе интенсивность вот этого конфликта, который случился через неделю после этого. Но финальной точкой стал приезд Хабирова на гору. Как вы оценили бы этот момент? Я уже многократно это комментировал. Всем тем, кто интерпретирует этот приезд как какой-то триумф или принятие решения, конечно, ну, можно только посочувствовать, потому что это было настолько вынужденное событие. То есть, дело в том, что ни один я дистанционно наблюдал за ситуацией на горе, конечно же, огромное. А, вообще об огромном количестве людей, которые судили за ситуацией? Да, судили, да. Я имею в виду специалистов. И, конечно же, огромное внимание к этой ситуации было приковано из Москвы. Ну, ради Хабиров поехал туда по команде. Ему просто позвонили и сказали, что ты должен собраться и срочно туда ехать. То есть, и решать эту проблему, потому что случится страшно. То есть, люди там прогнозировали ситуацию несколько лучше, чем те, кому поручил Хабиров решать эту проблему. Вот в чем беда вся. И он, конечно, был вынужден туда приехать. Если он нашел слова для того, чтобы каким-то образом нивелировать этот конфликт, тут, конечно, ему нужно отдать должное. То есть, он пока ехал, видимо, прикидывал, что можно сказать и что можно пообещать, чтобы это прекратилось сейчас. Задача стояла простая. Она была тактической, а не стратегической. Нужно было развести вот эти вот конфликтующие стороны. При всем при том, что, условно говоря, одна из них была глубоко организованной. То есть, это был ЧОП, это был некий там пул сотрудников БСК и еще набранные господином Абдрахмановым боевики в окрестностях этой горы. Вот эти две силы нужно было развести, потому что ситуация стала на самом деле критической. И вот тут надо, ну, как сказать, благодарить или, по крайней мере, принимать во внимание то, что Хабиров, да, не допустил кровопролития. Но в какой момент он это сделал, и кто довел до этой ситуации, вот в этом бы надо разбираться. То есть, кто довел вот эту вот ситуацию на горе до ситуации прямого столкновения, ну, уже гранища там с беспорядками. У вас ответы на этот вопрос нет? Есть, конечно, да. Пофамильно называть или как? У нас сегодня просто день фамилий. Да, это Сидякин, Мурзагулов и Барданов. Трое, которые там все присутствовали на горе. Ну, Мурзагула не было, конечно. Был Бадранов, Кельсинбаев, Сидякин. Трое присутствовали на горе, все трое, физически. Руководили определенными группами людей и так далее. Откуда у вас эта информация? А, это открытая информация. Их видели десятки людей. Вот вам приехать надо было. Да зачем же? Как раз таки нет. Как же все на самом деле. Да, обстояло. Тем не менее, сейчас БСК говорит о том, что они готовы увеличить социальную нагрузку, платить еще больше денег Стерлета Маку каким-то проектом, связанным с добром, так называемым. Неожиданно ли это? То есть выяснилось, что оказывается и Шахтау хватит на много лет. И оказывается, все у них не так уж и плохо. Вы же немного общались с ними некоторое время назад. Вот как вы объясните эту историю? Хорошо, Куштау все, отвоевали. И тут выясняется, что не так уж и надо было. Давайте так. Поведение соды абсолютно рационально, ну, с точки зрения бизнеса, я вот и говорю. Ну, про бизнес и говорим. Да, и абсолютно понятно. То есть сода попыталась получить максимально удобный для себя источник, значит, сырья под названием Таратау. Начнем с этого. Не получив Таратау, они перешли к следующему источнику сырья, менее комфортному, но тоже вполне себе подходящему, Куштау. Они не получили и его уже вот с такими проблемами, и они вернулись на исходные. Значит, перспектива вот этого карьера уже, а не горы, из которой достается сырье сейчас, она достаточно спорная, на самом деле. Вот эта скоропалительная, да, оценка, что там 5-7 лет, это не до конца достоверно. Дело в том, что... Уже и 10 есть внести. И 10, кто-то горячий голову говорит, что навечно хватит. Дело в том, что гора, она же вот такая, то есть если копать глубже, ее становится все больше. Она уже не такая. Нет, я имею в виду, она под землей такая. Да, конечно. Вот, и там, если копать. Ну, вопрос в том, что, во-первых, вода, первая проблема, что делать с водой, которая там неизбежно скопливается в этом пространстве. Ну, возвращаемся к тому, о чем говорим последние лет здесь. Второе, да. Дело в том, что эта вода дико ядовитая даже по сравнению с этой дистерферной жидкостью. Тоже вопрос. То есть перед содой сейчас стоит колоссальная технологическая проблема, которая, впрочем, решаема, на самом деле. Вопрос денег. Каким образом организовать добычу с высоты... Все ли в жизни вопрос денег? В технологическом аспекте, конечно. Ну, то есть для вас тоже... Нет, для меня закрутить гайку – это вопрос денег. А девушку поцеловать – нет. А, то есть все-таки есть... Нет, вы разделяете разные вещи, да. Есть ли то, и мы поняли, что есть ли то. То есть, конечно, сода и добыча вот этого известняка из-под земли – это вопрос технологии. Здесь никакой любви или патриотизма, еще чего-то быть не должно. Другой вопрос, что они должны работать по закону и формировать свой облик и так далее. Отвечая на ваши вопросы по поводу их поведения нынешнего, которое там резко изменилось, и они вдруг стали летними Дед Морозами, да. Скоро зима. Да, скоро зима, и они станут зимними Дед Морозами. Во-первых, сода всегда платила большие деньги республике. Это не всегда было заметно, но существует некий такой документ за подписью господина Дворковича, где еще при Хамитове было определено, что сода будет платить 5 миллиардов дивидендов и 4 миллиарда будет давать просто так республике. Ну, в смысле, на социальные проекты. Довольно существенные деньги. Конечно, сейчас эта бумага уже не работает, потому что изменились обстоятельства. И суммы изменились. А суммы теперь будут определяться исключительно бухгалтерией. Раньше, понимаете, это было понятийное решение, да, вот они платят столько там дивидендов и столько просто так. Ну, там, в кавычках, просто так. Теперь все меняется. Почему сода стала себя так вести? Ну, во-первых, она взялась за ум. Вспомните там поведение Марины Бортовой. Сложно не взяться за ум после таких событий. Конечно, сложно. Когда у тебя в спине торчит три стрелы, из них две федеральные, да, наверное, так трудно уже себя вести, как они раньше себя вели. Ну, я очень рассчитываю на то, что они меняют свой вот образ, как какого-то злодейского предприятия, которое там выкачивает деньги огромным насосом за рубеж. Тоже облик, прямо скажем, не до конца достоверный. Сколько времени понадобится БСК, чтобы изменить образ? Вот это реально. По моим оценкам, года полтора. Всего лишь полтора года. Что, если хорошо работать? Если не заниматься популизмом, вот этими вот странными вещами, которые иногда у них все-таки проскакивают и сейчас, ну, то есть, ну, совсем наивными вещами, да, когда там директор соды поехал в детский сад и подарил детям мишку, да, ну, это уже не работает. А что работает? Возвращаемся к вопросу, что работает в Digital? Сейчас работают более сложные комбинации, да, то есть, как, например, там, ну, вот попытка, например, назвать министерство неправды, министерством правды и играть на этих эмоциях. Кто-то плохо читал. Может быть, это было давно? Я говорю о том, что сейчас работают только более сложные, на самом деле, комбинации, основные на сознании. А я, например, в регионе, вот что была отработана, сложная комбинация, она сработала хорошо. Бизнесовый, политический, как вам удобно? Просто как будто мы об абстракте говорим. Сходу на скидку я, наверное, сейчас не вспомню, но, понимаете, главное в этих процессах, когда вот, ну, мы сейчас вот очень близко подходим к сущности политтехнологии, да? Ну, это теория, мы вот вокруг долгого теории. Политтехнология – это момент, когда вы убеждаете человека в необходимости какого-то решения. Причем иногда это приходится делать в условиях, когда человек изначально его, например, отрицает, или когда он безразличен к этому решению. Это очень разные условия, да? То есть, и вот те меры, которые вы примете для этого, вот они и будут на самом деле важны. Вот, ну, примеры здесь очень сложно подбирать. Дело в том, что в Башкирии в последнее время каких-то серьезных, успешных манипуляций массовым сознанием не происходило. Вот очень интересно. У вас успешный кейс, и там же слово «манипуляция». То есть, технологии без манипуляций просто нет? Нет, бывает, конечно, но манипуляция – это не всегда плохо. Это, вот смотрите, мы же, обучая детей каким-то уже каноническим навыкам, мы же не обязательно их обманываем. Вы знаете, у нас будет небольшая такая традиция нашего эфира, внутренняя. Мы, говоря о манипуляциях, всегда будем уходить на рекламную паузу, берем время подумать, вернемся и продолжим рассуждение. В этом Министерство правды и в студии Виктория Куприянова. В гостях у нас политтехнолог Андрей Патрилицын. Возвращаемся к нашему непростому разговору. Тема, которую обойти нельзя, конечно же, это тема с ковидом, с пандемией, с тем, как мы живем весь этот год. И хочется начать, наверное, от общего к частному пойдем. Как вы оцениваете ту информационную политику, линию здравоохранения в регионе? Что вы заметили за этот год, начиная с марта месяца, наверное? Да, это, наверное, все-таки центральная такая тема. То есть, несмотря на то, что как вот, вроде как, жизнь не остановилась, еще все еще не закончилось. Но мы все равно, да, вокруг вот этой вот пандемии. Это, конечно, такая тотальная история. Ну, я хочу начать с того, что вот оценивая деятельность Минздрава и вот всех, кто связан вообще хоть сколько-нибудь с государственной системой здравоохранения в республике, нужно понимать состояние этой сферы в России. То есть, вот сейчас, возможно, там в экран будут кидать гнилыми помидорами, но я скажу такую вещь, что на самом деле, ну, вот все ругают за Белина, и я тоже, в первую очередь, за, например, там, за сомнительную и непонятную статистику и многие эти вещи, да. Но надо понимать, что Минздрав Башкирии и система здравоохранения Башкирии это абсолютное зеркало, производное от ситуации в России. Оптимизация Министерства здравоохранения и здравоохранения в целом, которая прошла вот у нас там, ну, там, несколько лет назад, впрочем, была, конечно, наложена на некоторые довольно-таки пагубные влияния команды Хамитова в последние годы. Тут я, может быть, буду неоригинален, но Хамитов уделял слишком много и очень непродуктивно уделял внимание оптимизации здравоохранения. Здесь есть одна глобальная проблема. Он забрал региональные больницы из районного ведомства и все фактически замкнул на Минздрав Республики. И это породило ту дикую коррупцию, которая, ну, была и при Хамитове в этой сфере и продолжается сейчас. А здесь хочется отметить, что вы Башкирию только в этом вините или все же это федеральная история? Здесь я вот как раз повторюсь. То есть общая оптимизация федеральная наложилась на вот это вот зловредное деяние Хамитова и его супруги. То есть не секрет, что она очень вмешивалась в кадровую политику в Минздраве. То есть назначение главврачей и вот эти все вот вещи. Мы помним массу скандалов, да? Это то, что называется тяжелым наследием. То, что сейчас модно называть тяжелым наследием Хамитова, которое досталось Хабирову. И в том числе в Минздраве. Но давайте будем объективны. Два года уже прошло. Пора бы было этот рюкзачок уже начинать сбрасывать с себя, да? То есть разбираться, что-то делать. Здесь рюкзачку подкинули сюрприз. Но тут случился, да, случился ковид. И вот это вот все вместе, как в течение обстоятельств. Я не снимаю ответственность из Забелина за то, как он подает к вашему вопросу об информационной политике. Она на самом деле безобразна. Как и вся остальная информационная политика в Республике Башкортостан, она делается на коленках людьми, которые не должны этим заниматься. К сожалению. И в том числе по ковиду. Много было, можно было избежать некоторых таких вот важных, неприятных аспектов, если бы информация подавалась правильно. Например, можете привести конкретные точки? Вот эти истории с смертностью. Изначальные первые истории, помните, когда там началось, копают ли могилы на кладбищах под ковидных больных. Аж до суда дошло, что там некоторые СМИ штраф схлопотали за эти истории. Надо бы поработать с пресс-службами районов, городов. Как себя вести? Смотрите, хочется задать самый главный вопрос, как. Потому что вот на днях открылся ситуационный центр, у нас строятся ковидные госпитали, один готов, другой стрелит на майке. Что-то же делается, а вот хочется конкретики. Вот представьте, что вы можете принять решение. У нас будет такой модуль Башкирии. Я замминистра правды, да? Я замминистра правды. Вы министр. Вы вот все, что хотите. И, кстати, сюда же подвязываясь, все-таки хочется спросить. За это время у вас не было желания вернуться в эту большую игру? Вы не хотели поработать в команде Хабирова? Изначально да. Вот когда Хабиров пришел... Вы кому-то делали такое предложение, может быть? Мы это обсуждали с Башировым. С Баширом только? Да, да. Значит, но... И к чему пришли? Да ни к чему. Вот они такие ребята с ними... Это было в 18-м, да? Ну, это было, да, буквально осенью 18-го года. А потом я стал понимать, кто они такие на самом деле. Я никогда не был знакомым с Хабировым, да. Но сейчас я думаю, что, может, оно и к лучшему. Потому что вот сейчас себя представить там вот в этой команде... Ну, вот в кавычках команде, да? Но вы представляли, то есть был момент, когда вы представляли себя в этой команде. Нет, я не... Или вам важнее? То есть мне важнее было поучаствовать в процессе, потому что, как мне кажется, я кое-что умею. Ну, то есть вот исходя из этого. Я мог бы быть полезен региону, я знал, что нужно исправлять из того, что натворил Хамитов. У нас остается совсем немного времени, и все-таки хочется вернуться к Минздраву. Да, да. Вот представьте, вы принимаете любое решение. Минута. Что бы вы сделали прямо вот в хронологии? Что можно поменять? В Минздраве? Ну, я не врач, что я занимаю. Нет, не в Минздраве. Мы говорим же с вами как с технологом именно в информационной истории. То есть что можно поменять в вашем поле? Все, что можно открыть с точки зрения медицинской и врачебной этики в информационном поле, нужно открыть. Вот я так считаю. То есть там есть запретные темы, которые действительно определены законом. Нельзя там диагнозы, фамилии, там прочие вещи. Это первое. Второе. Значит, ну очень сильно страдают родственники, например. Я знаю, что людей, которые попадают в ковидные медицинские учреждения, они страдают от недоступа информации, от того, в каких условиях они там находятся. То есть они мучаются потом. Но, конечно, нужно начинать более широко людям объяснять образ поведения, не только ограничивая вот там ношение масок. Значит, потом нужно более подробно и открыто дать хотя бы ту симптоматику, которую уже набрали врачи сейчас. И вот еще один буквально. Тоже нужно в информационное поле отдавать. Что еще? Ну, я имею в виду вот этот вот момент, что нужно информировать людей о том, как происходит болезнь. Смотрите, у нас эфир, к сожалению, подходит к концу. Я сама не заметила, как пролетело. В конце каждой программы мы задаем один вопрос. Правда ли? И, соответственно, для вас тоже есть вопрос. Правда ли, что не бывает плохой работы, бывает мало денег? Неправда. То есть все-таки что-то... Конечно, плохая работа бывает. Плохая? Знаете, есть такой стишок, да? Палач не знает воздуху. Но все же, черт возьми. Работать-то на воздухе, работать-то с людьми. То есть это очень относительно. Ну что же, на этой ноте поэзии мы заканчиваем наш первый эфир. С вами была Виктория Куприянова. В гостях политтехнолог Андрей Патылецин. До встречи.